Светлана Мухтарова. Красивый бизнес от души. Читает Екатерина Финевич. Пролог. Как мы замахнулись на святое. В середине двухтысячных годов я ощущала себя курицей, несущей золотые яйца. Миллионные партии косметики ежемесячно, популярностью покупателей, солидная научная база, оборудованная по мировым стандартам производства, государственные и международные награды. Казалось бы, что еще надо для счастья? Но исчезло главное – интерес к профессии. Бизнес превратился в гонку, которая ужасно изматывала, особенно своими ограничениями. Масс-маркет – это мир, работающий по особым правилам, связывающий производителя по рукам и ногам. Все, что требовалось от меня как технолога-разработчика – не выходить по себе стоимость ингредиентов за определенные рамки и обеспечивать стабильность продукции в течение заявленного срока годности. С другой стороны, любую инициативу убивали жесткие условия работы и диктат со стороны крупных розничных сетей. Шаг вправо, шаг влево – штраф. Что бы ни случилось, хоть потоп, хоть дефолт, а товар должен стоять на полке, завлекая покупателя яркой этикеткой и баснословно низкой ценой. Партнеры, представители крупного торгового дома, эксклюзивно занимавшиеся нашей дистрибьюцией, считали, что если для продукта разработать правильную стратегию продвижения и выбрать выгодный концепт, привязав его к запоминающейся упаковке, то люди купят именно эту упаковку. Главное, чтобы у продукта была яркая внешность, а внутрь можно налить что угодно. Помню случай, когда мы разработали косметику по уходу за лицом, которую большинство людей из фокус-группы в слепом тестировании оценили не хуже известного французского бренда аналогичной ценовой категории. Средства содержали облепиху, поэтому имели желтоватый оттенок. Дистрибьютор это не устроило. Крем должен быть белоснежным, как у французов. Нам сказали, делайте, что хотите, но чтобы крем стал белым. Это значило, что мы будем вынуждены либо убрать компонент, который оказывает главное действие на кожу, либо добавить в состав титановых белил. В обоих случаях мы получим качественно совершенно не тот продукт, который высоко оценили потребители. Выходило, что наше научное изыскание, усовершенствование качества и поиск нового никому не нужны, а нужен недорогой простой товар, который быстро продается в огромном объеме. Мы же ориентировались на наукоемкий продукт, который по условию не может быть супердешевым и массовым. У нас уже были коллаборации с российскими ведущими вузами, со швейцарским фармацевтическим институтом. На платформе нашего объединения защищались кандидатские и писались докторские диссертации. У нас в штате появился свой врач-биофизик. За два года была проделана внушительная работа. Появились интересные продукты. Конечно, мы хотели внедрять их в производство, но продавцам это было неинтересно и не нужно. Мы стояли горой за качество продукта, а дистрибьюторы за массовость, дешевизну и высокий оборот. На этой почве возникли серьезные разногласия, и мы начали резко конфликтовать с торговым домом. Силы были неравными. Нам ясно дали понять. Ваш паровоз летит в стену. Вы никому не продадите то, что вам интересно производить. А продажи — это святое. Честно говоря, мы и сами уже подсели на высокие продажи и привыкли к ним. Но продолжать топтаться на месте и работать в кабальных условиях сочли для себя невозможным. Медленно, но верно мы подходили к точке кипения. Было тяжелым моральным испытанием каждое утро просыпаться с недоумением. Но почему это мне не приснилось? Почему я должна снова разгребать эти суды, разбираться со всевозможными организациями и проверками, которые как будто поселились на нашем предприятии? Меня настигло большое разочарование. Зачем были все годы учебы, научные разработки? К чему я шла? К тому, чтобы своими же руками уничтожить свою мечту? Разве могла я представить себе такое будущее тогда, когда все только начиналось? Часть первая. Как все начиналось? Путь семьи в бизнес. 1. Ген науки. В семье Мухтаровых все так или иначе связаны с наукой. Как будто это заложено в наши ДНК. Мой дедушка ученый, беззаветно преданный физике. Любовь к науке и готовность служить ей в любых условиях он по наследству передал детям. Все трое, Расим, Эдгар и Медина, пошли по его стопам и стали физиками. Папа, окончив в 1958 году школу, принял участие в Московской Олимпиаде по физике в МГУ. Став одним из призеров, он поступил на физфак МГУ. Спустя год папа вместе со своей мамой и сестрой Мединой уехал в Баку и продолжил обучение в Азербайджанском госуниверситете. Поступив после окончания университета в аспирантуру, он снова переезжает в Москву. Одновременно они со старшим братом помогают дедушке работать на докторской диссертации, которую он блестяще защитил в конце 1966 года. После этого папа защищает свою кандидатскую диссертацию, в дальнейшем продолжив исследования, касавшиеся физики твердого тела, спектроскопии органических кристаллов. К тому же периоду относятся их знакомство с мамой. Они стали мужем и женой в 1967 году, а спустя год родился мой старший брат, которого в честь дедушки назвали Илалом. Так сложилась судьба, что в 1972 году Мухтаровы, дедушка с бабушкой и дочерью Мединой, дядя Расим и папа со своими семьями окончательно обосновались в Москве. Семьи жили в разных районах города, но неизменно соблюдали сложившуюся традицию. 21 марта, в день рождения дяди Расима и день празднования мусульманского Нового года, дедушка собирал нас всех у себя, а 4 июля, в день рождения моего брата Илала, все съезжались к нам на дачу. В 1973 году родилась я. Мое детство прошло в кругу ученых. Дома всегда велись разговоры о науке и исследованиях. Я часто бывала у папы на работе. С 1975 по 1988 год он возглавлял крупную лабораторию физико-химических исследований «Превосхнил», которая занималась разработками технологий по извлечению из природного сырья биологически активных веществ с сохранением их целебных свойств. Лаборатория была только-только организована, и папа, став заведующим, стал приглашать к себе специалистов из числа выпускников физического, химического и биологического факультетов МГУ, Московского химико-технологического института, Московского института тонких химических технологий. Всего в коллективе было около 150 человек. Разработки лабораторий внесли огромный вклад в развитие фармакологии, медицины, пищевой промышленности, косметологии. До сих пор помню, как меня завораживала обстановка лаборатории. Люди в белых халатах, ароматы, колбочки-скляночки. Необычайно притягательной выглядела и сама идея не синтезировать биологически активные вещества, которые можно выделить из природных источников, не выдумывать заново то, что уже создано живой природой, этим неисчерпаемым источником красоты, истиной и вечной. Правда, тогда, в детстве и ранней юности, я даже не подозревала, что когда-нибудь у нас с папой и братом будет семейный бизнес, где мы станем делать косметику, в основе которой лежат законы великой природы. Тогда папа для нас с братом был просто папа. Нет, не просто. Он был нашим самым первым и самым важным учителем. 2. Учитель – защитник-друг. Мне кажется, учительский дар у папы встроен настолько органично, что он даже не ставил себе целью воспитывать и учить нас, своих детей. Он просто очень сильно любил нас. Причем не эгоистичной любовью, когда родитель хочет видеть ребенка самой лучшей версией себя. Его любовь, наоборот, выражалась бесконечной, самоотверженной отдачей нашим интересам. Ярко запомнился один инцидент из того периода моего детства, когда я училась в начальной школе. Как-то во время игры на детской площадке одноклассник оттаскал меня за косы. Папа, увидев, что я пришла домой вся растрепанная и зареванная, спросил «Что с тобой?» Там, на площадке, Димка обидел. Захлебываясь слезами, пожаловалась я. «Ну-ка, пойдем». Подведя меня за руку к Димке, папа сказал «Вот теперь сделай с ним то же самое, что он сделал с тобой. Вы бы знали, с каким азартом я кинулась выполнять папино распоряжение, как я оторвалась на бедных Димкиных волосах. Справедливость восторжествовала. Но давний случай запомнился мне не поэтому, а потому что я в тот момент испытывала чувство полной защищенности. Меня никто безнаказанно не обидит, ведь за мной стоит такой человек, такая личность, как папа. С тех пор это чувство всегда со мной, и оно придает мне силы и уверенность. Папину поддержку я действительно ощущала всегда и абсолютно во всем. Наиболее ценно, что даже в спорных ситуациях он всегда принимал мою сторону. Я никогда не была пай-ребенком, а в переходном возрасте, лет в 14-15, со мной стало особенно сложно. В школе я вела себя вызывающе. Неумеренно красилась яркой косметикой, могла прогулять уроки, надерзить учителю. Ответ за мое поведение приходилось держать папе. Причем манера общения между педагогами и родителями тогда была своеобразной. На родительском собрании папу, как провинившегося, поднимали перед всеми и прилюдно отчитывали, не забывая перечислить каждый мой грех и промах. Однажды на собрании классная руководительница в очередной раз стала жаловаться. Ваша Света приходит в школу накрашенная и вообще ведет себя вызывающе. Конечно, учительница ждала, что папа начнет оправдываться, пообещает провести воспитательную беседу с непутевой дочкой и наставить ее на путь истинный. Но папа встал и произнес. «Вы знаете, а вам бы тоже не мешало подкраситься. Добрее бы были». Спустя много лет, когда прокатилась перестройка, появилось предпринимательство, и мой папа оказался в первой волне людей, начавших свой бизнес. Классная руководительница, встречая меня, восхищалась. «Твой папа – мощнейшая личность. Он никогда не был ограничен рамками, предрассудками, и знаешь, он любит тебя беззаветно». Я и сама чувствовала его любовь, принимающую меня безраздельно, со всеми несносными подростковыми манерами и максимализмом. Мама иногда сокрушалась. «Мне так стыдно за твое поведение. Вон, как повезло маме твоей подружке. Она только и хвастается, какая ее дочь умница и помощница, а мне и гордиться нечем». Папа из-за этого спорил с ней, всегда вставая на мою сторону. Особенно туго со мной пришлось родителям, когда наступил тот возраст, в котором на первое место встают друзья. Я была готова на все, чтобы произвести на них впечатление. Вплоть до того, что ночью выкрадывала у папы ключи от машины, угоняла ее, и мы с друзьями катались, упивая собственной крутизной. Папа все знал, но никогда не вел со мной нравоучительных бесед. Только однажды сказал. «Ты, наверное, считаешь, что я глупый? Я же понимаю, что происходит. Я замечаю, что машина стоит не совсем на том месте, где я ее вчера оставил. Сажусь с утра за руль и вижу, что бензин в баке на нуле. Не делай этого больше». Думаете, я оценила это великодушие? Нет. При первой же возможности опять угнала его машину. И когда нас остановили инспектора ГАИ, мы, бросив ее посреди дороги, кинулись в рассыпную. Папу подняли в четыре часа утра и сообщили. «Вашу машину нашли». Сейчас я удивляюсь, как он все это выдерживал. Примеряя те обстоятельства на себя нынешнюю, маму троих детей, я не уверена, что сгоряча не наказала бы ребенка за такие проделки, потому что у меня нет столько терпения, сколько потратил на меня папа. А он всегда очень бережно со мной разговаривал, тщательно выбирая тон и находя самые верные слова. Интересно, что именно его деликатность вызывала во мне особенно жгучий стыд. стыд, после которого я больше никогда не повторяла своих цирковых номеров. Папа мой первый учитель.